Кирюш, с первого момента появления в свет нашей программы Соседский Wi-Fi, ты настаивал на том, чтобы нам гости приходили с подарками Вот, наконец, это совершилось Давай начнем с того, вообще, что за идея-то, гостей, подарков Да это лучшее, что могли придумать на телевидении Сделать музей подарков Ну, например, как в Польше есть Югубович, красавчик, просто придумал классную идею Я ее, честно, стебрил И теперь, надеюсь, что мы ее внедрим в нашу программу Ну, что, классно, варенье тебе принесут, ум-то принесут Настойку какую-нибудь, уважаемый наш жар Сальца, еще сальца Сальца Чего только нету, приносите нам, и будем рады Иван Иванович, начнем с вами Открывает наш музей соседского Wi-Fi, что у вас для нас Лучший подарок – это книга О, видишь, не хлебом единым, не только вареньцем жив человек Ну, ладно тебе, книга – это круто Ну, и книга – круто В чем ее прелесть и особенность, Иван Иванович? Вот, книга называется «Радугой. Путь наш отметен» Дело в том, что «Радугой» называется наше саровское литературное объединение И здесь собраны произведения наших саровских литераторов Среди них затесался ваш покорный слуга Что тут у вас? Очерк Исторический? Исторический Как обычно, в общем-то Подарок с намеком Увидим ли мы этот очерк экранизированным, Иван Иванович? Я с умыслом дарю эту книгу в надежде на то, что он выйдет на экраны Я думаю, в ближайшее время Начало положено, давайте начнем снимать нашу программу Поехали работать Мосты старые и новые, дорога до березки и закрытие заречных бань О чем говорит город, говорим и мы Обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события минувшей недели В эфире «Соседский Wi-Fi» в студии Лидия Шулаева и Кирилла Сенина Всем добрый вечер, друзья, ура-ура, мы наконец-то снова с вами Подключайтесь Я предлагаю начать нашу сегодняшнюю передачу с небольшого флешбека Неделю назад мы с тобой говорили о неких членах партии «Единая Россия» У нас в Сарове двух депутатах и одном советнике главы администрации Которые были лишены прав за управление автомобилем В нетрезвом виде В нетрезвом виде, да И мы с тобой еще помимо этого разговаривали про реакцию губернатора Нижегородской области Нет, про реакцию Дениса Москвина Точно Который у нас депутат Государственной Думы А по совместительству секретарь Нижегородского регионального отделения партии И вот мы видели кусочек этого интервью его с Вовком Где он заявил о том, что он с этим вопросом разберется Видимо, хочу сказать тебе, разобрался Денис Павлович Потому что два депутата вышли из партии «Единая Россия» Ты помнишь, да, Денис Павлович сказал, что тут безусловно выход из партии И возможно решение даже депутатского мандата Но мандаты пока при депутатах А мне хочется думать, что, знаешь, такое ощущение, что Денис Павлович посмотрел нашу программу Сказал, Лида с Кириллом, говорит, какую тему подняли Пожалуй, надо решать этот вопрос Все, теперь уже не спрятаться, не скрыться, надо решать, да Тем не менее, да, советник администрации пока еще, насколько мне известно, в партии Но уволен, да, с этой должности А депутаты пока еще депутаты, но уже не партийные Я считаю, что это вообще хороший, хороший такой, хороший прецедент Когда за пьяную езду, после шумихи в СМИ, после реакции высокопоставленных руководителей партии Взяли и выгнали из партии Хотя, в том случае, сделали так, чтобы они ушли Это показательно Это значит, что, ну, хоть какую-то, мне кажется, веру в партию добавляет народа А я буду верить вот в этих депутатов, вышедших из партии Потому что официальная версия звучит так Они вышли из партии Я буду верить, что они осознали, что были неправы И вот решили сдать свои партийные билеты И знаешь, что ты о чем подумаешь? Люди лучше, чем мы о них думаем, Кирилл К новостям федеральным Меня на самом деле Крымский мост открыли Да, я тебе об этом хотел сказать, что все СМИ трубят просто Про Путина на КамАЗе Да, особенно мне нравятся мемасики, где рядом сидит из сериала «Дальнобойщики» Там все сидят, один говорит, поехали Классно Да, 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 мост строили очень долго Вот 19 километров протяженность моста Общая стоимость проекта, вот я выписала себе Почти 228 миллиардов рублей, выделенных из федерального бюджета Очень хочется верить, что все эти деньги действительно освоены в строительстве моста Они не осели больше нигде Что мост построен качественно, мост построен на века И не начнет он сыпаться и крошиться в ближайшие месяцы Потому что мосты, Кирилл, они бывают разные Вот ты про что опять сейчас говоришь? Сыпаться и крошиться, помнится, был у нас прецедент здоровья С одним из нововведенных объектов в эксплуатацию Да, да, да Когда всыпался склон, ты про это место? Да, уже больше месяца об этом говорится Что мост сыпется И даже были официальные комментарии на тему того, что Магистраль фирмы-подрядчик, она проведет ремонт по гарантии этого моста И даже говорят, что ремонт, он ведется Просто его никто не видит Это вот как с тем сусликом Вы видите ремонт? Да, да, да А он есть Почему я решила вернуться к этой теме? Что произошло на патрус? Я просто не фурусал На канале Саров в Ютьюбе появилось очередное видео И вот там некий мужчина, он идет по этому мосту И прямо пальчиками вот этот бетон крошит Представляешь, это мост Может быть, это несущая конструкция Но тем не менее И к несущим конструкциям, наверное, тоже может быть вопрос Потому что пальцами, просто реально пальцами Вот сейчас здесь это видео выходит Посмотрите, обратите внимание, господа Качество бетона Я не знаю, что дальше будет с этим мостом Просто когда все так хорошо начинается Ну, точнее, хорошо, я имею в виду, беру в кавычки слово Когда все так хорошо начинается Что же ждать через год, через 10 лет Под ветрами, дождем, солнцем и так далее А зима попала вода Все это замерзло, разбухло Трещина пошла больше Будем верить, что фирма Магистраль Все-таки переделает Я буду придерживаться, что ребятам из Магистрали Просто хочется почаще приезжать в Саров Что-нибудь сломалось, не раз приехали, починили Ребятам и до следующего раза Видела, да, в социальных сетях ВКонтакте Появился такой хэштег Дорогу детям Некий молодой человек родом из Сарова Олег Кемалов запустил Вот некоторую такую историю Некую такую движуху в соцсетях Обратился ко всем своим знакомым, друзьям, подписчикам Мол, давайте мы этот хэштег Дорогу детям пустим в мир И привлечем внимание Городских и, возможно, региональных властей К одной, я так понимаю, сильно-сильно-сильно Назревшей проблеме Речь идет о дороге до лагеря Березка Многострадальной дороге Многострадальная дорога Вот, Кирилл, ты в Сарове живешь давно Я знаю, что с Березкой ты тоже связан тесно Да, не единожды ездил по этой дороге Расскажи вообще про судьбу этой дороги Сейчас вот я эти фотографии Опять-таки, обратите внимание, вот сюда Фотографии наводят страх и ужас Боже, как здесь поедут автобусы с детьми Последний раз, моя, последняя моя поездка Это было в 2018 году Или это сегодня? В 2018 году, по-моему Да, в 2018 Конец 2017 года Мы поехали туда на съемку Это было уже, я здесь работал на телевидении Мы поехали туда на съемку И возвращаясь обратно Мы были вынуждены останавливаться с оператором И помогать ребятам вытаскивать машину Потому что машина, объезжая Вот в Токену Я бы просто скатилась в Кювет Это ужасно Но автобус, он может просто перевернуться То есть, на самом деле, дорога Вот в нынешнем ее состоянии Во всяком случае, кусок, который начинается От перекрестка, вот от Дивеева И до дороги, до поворока на ковре То, что находится, скажем так Насколько мне известно В областном ведении То есть, не принадлежит Сарова Там прям тихий ужас Там как будто ковровые бомбардировки Не прекращаются до сих пор То есть, каждый день можно приезжать И находиться в новой доме Кирилл, да, я к чему свой вопрос-то К твоей связи с Березкой Что ты туда частенько ездишь Давно начала ветшать дорога Давно вот она в таком состоянии В моей памяти последний раз Вот именно этот кусок Ремонтировали так называемому МИЦУ Это было, ой, не соврай бы, в 2011 году То есть, 7 лет назад Дорогу латали заплатками То есть, 7 лет назад вот ее залатали Она более-менее была добыварима И по ней даже можно было ехать За скоростью типа 60 км в час То есть, было не страшно Сейчас скорость не превышает Ну, наверное, до 20, ну, может, до 30 км И то есть, 7 лет ремонта не было Вообще, мне кажется, не касались даже дороги То есть, все больше и больше становится обочина То есть, самого асфальта практически уже и не видно Там прямо яма на яме А обочина уже превратилась в отдельную полосу Которую скоро, кстати, тоже придется ремонтировать, мне кажется Обочину Ну, вот тот же Алик Кемалов, да Он у себя на стене ВКонтакте Опять с хэштегом Дорога Детям Выложил информацию Ситуация на 16.22 11 мая То есть, такая информация уже недельной давности Ну, тем не менее, все равно Да, ну, вот как бы относительно свежая Да, что касается дороги Оказывается, что в бюджет внесен ремонт дороги 5 км По проектным документам Год объявления конкурса 2018 То есть, в этом году объявят конкурс Финансирование всего Он пишет 40 миллионов Но, мне кажется, многовато Мне кажется, там ушел разговор о сумме в 4 миллиона рублей На эти 5 км Да, да, да Мне кажется, что он тут в цифрах запутался Ну, вот, для москвичей, для нового Что 4 миллиона, что 40 2019 год там 7 миллионов 2020 год 33 миллиона Итого 2 года еще терпим, оказывается Состоится ли конкурс в этом году, неизвестно Есть шанс, что его тоже перенесут Вот эта информация от человека, запустившего акцию И хэштег в социальной сети Как ситуация обстоит на самом деле Я предлагаю тебе поговорить с нашим гостем сегодняшним Потому что долгое время он был директором лагеря «Березка» Я думаю, что он нас просветит Ну, а пока он к нам подходит Предлагаю узнать, что же интересного выяснила наша Наташа Петрунина В нашем телеграме Наташа, погнали Наташа, тебе слово Вы помните историю с платьем, которое то ли бело-золотое, то ли сине-черное Бело-золотое В свое время спора о нем буквально разделили интернет-сообщество на две части Бело-золотое, вам говорю Канал Медиалик сообщил нам, что пришло время новой иллюзии На этот раз акустической Короткое видео предлагает пользователю понять, какое слово он слышит в звуковой дорожке Йенни или Лорал Казалось бы, слова совсем не похожи и количество гласных и согласных звуков И их места разнятся И отличить одно от другого должно быть очень просто Но вместо этого одни люди слышат Йенни, а другие Лорал А некоторые даже оба варианта А что услышали вы? На ютубе появился необычный канал под названием Трезвый Батя Автор которого священник Горно-Алтайской епархии Павел Тачиночев На эту историю обратил внимание портал Медиаликс Священный служитель объяснил название канала тем, что в своей епархии ему приходится отвечать именно за вопросы трезвости Но нам кажется, что его вдохновил аккаунт в инстаграме Пьяный Батя Где школьник выкладывает видео со своим отцом, ведущим не совсем здоровый образ жизни Канал Рифмы и Панчи, как и все мы, был обеспокоен тем, что на открытии Крымского моста президент ехал за рулем непристегнутым Но ФСО быстро объяснили, что на тот момент мост еще не получил статус дороги общественного пользования И ПДД на нем не действовали А тем временем под другим мостом в Петербурге пострадал уже 149-я газелька Ну написано же, газель не пройдет Совсем скоро стартует чемпионат мира по футболу Пока в Нижнем Новгороде просят добровольцев достроить стадион за еду А указания арены красит траву в зеленый цвет Вестник России выложил на своем канале фотографии, доказывающие, что Екатеринбург уже готов принимать гостей и болельщиков Конструкцию, установленную неизвестными, уже убрали Но интернет помнит все Ну а мы продолжаем К нашему соседскому вай-фаю Подключается наш гость, депутат городской думы Иван Ситников Иван Иванович Здравствуйте, Иван Иванович Подключайтесь, здрасте, здрасте Подключайтесь к нашему вай-фаю Оставайтесь с собой мобильный телефон Что у вас там сегодня И вбивайте Пароль сегодняшнего вай-фая Какой у вас интересный телефон? Восьмой созыв Иван Иванович Да, скажу несколько слов про Иван Иванович Иван Иванович у нас депутат-рецидивист Не пропустил еще ни одного созыва думы Два горсовета Два горсовета и шесть сезонов Как Игры Престол, честное слово Слушайте, восемь сроков отсидеть, это вообще не каждому дано Николай сидел, да Кстати говоря, заметьте, дорогие друзья Обратите внимание на смартфон Ивана Ивановича Он умудряется подключить вай-фай даже на телефоне, на котором нет модуля вай-фай Потому что соседский вай-фай Он доступен всем Да, для всех Иван Иванович До вашего появления в студии Разговаривали мы с Кириллом Про многострадальную дорогу до лагеря Березка И вот про молодого человека Просто какого-то Ну вы его знаете, Алик Кемалов Некий активист Устав ждать, что что-то произойдет с этой дорогой Сам запустил хэштег в соцсети Сам решил привлекать внимание общественности К тому, что дорога не ремонтируется И представляет реальную угрозу для детей, которые туда ездят Вспоминали с Кириллом, что с 2011 года дорога не ремонтируется Ну примерно, я вспоминаю, что это был МИЦ Международный инновационный центр он назывался Ну как-то так, я могу ошибаться сейчас в формулировке И к этому, это была международная штука Туда съезжалось огромное количество со всей России людей И вот к этому моменту латали дорогу Во все времена к 2011 году еще более-менее дорога была более-менее То есть там надо было подлатать Ну вот, Иван Иванович, до сентября 2017 вы были директором Вот на тот момент, до того момента, что было с дорогой Я знаю, что не один раз и вы поднимали этот вопрос Дайте финансирование, давайте ремонтировать дорогу На чем вот на вашей памяти остановилась вообще история с этой дорогой? Почему ее до сих пор нет? Потому что, насколько я знаю, Алексей Викторович Голубев в прошлом году Обещал, что к какому-то молодежному форуму Да, он обещал молодежи, что к форуму осенью 2017 года Вы поедете в Березку уже по хорошей дороге Но что-то не сорослось, не сложилось В чем камень преткновения? Да, расскажите, почему? 5 километров всего лишь Кирилл, конечно, здесь прав В 2011 году был только ямочный ремонт Но я добавлю Поскольку в 2006 году мне довелось работать около года Заместительный директор Березки И уже тогда ремонта не было И уже тогда дорога... Уже требовала ремонта Конечно, конечно Но вот в этом отношении, что хочу сказать Действительно, трудность в чем состоит? Я об этом Кирилл уже тоже говорил Ну да Только один километр в Леднии Сарова Муниципалитета От поворотов, где лес начинается Если, чтобы все понимали Там, где начинается лес, поворот на Коврес И дальше Сосновый лес Вот этот кусок за Саровым Километр До километра, до Березки Да, а около 6 километров в областном Ведении Конечно, рассчитывать на бюджет Дивиевского района не стоит Они бедные Поэтому... Сейчас все Дивиевцы просто... Все полномочия, конечно же, у областных властей Мы поднимали этот вопрос неоднократно Почему? Потому что есть такой хороший документ Правила пассажирских перевозок Особенно перевозок детей Это вообще на самой жесткой статье, мне кажется Да, да, да Там расписано все Что обязаны делать водители Что обязаны делать сопровождающие Где кому сидеть Как кому свистеть Кроме самого важного Вот в этих правилах перевозки Не прописано качество дороги Совершенно верно Значит, а это самое главное И вот сколько там автомашин угробилось Это никто не считал И автобусы тоже там Знаете, я сейчас перебью Просто по этой многострадальной дороге Я вспоминаю ситуацию Когда зимой мы возвращались Я не помню, что это была за поездка Мы возвращались из Березки Это было вполне официально То есть людей забирал автобус Ехали не дети точно Людей забирал автобус И автобус зимой Из-за того, что непонятно Где обочина, а где дорога Объезжая какие-то ямы Таки умудрился съехать Автобус, базик Умудрился съехать вниз И я, насколько помню Ребята отогревались Вскрывали какой-то там замшелый домик И отогревались просто внутри Забирались внутрь Ну да уж, конечно Но я сразу скажу Вот на моей памяти Мою бытность В 16-м году По осени Поздней осени Мы встречались с главой Двеевского муниципального образования Дребендом Значит, кто Участвовал во встрече Владимир Николаевич Еминцев Это заместитель главы нашей администрации Сергей Александрович Жижин Это зампредседателя Мы и я И тогда мы уже поставили вопрос Потому что там уже был немогату Значит, мы встретились В администрации Двеевского района Выехали на место В лагерь Посмотрели Хоть там уже Снежком запорошило Ники Глубокие ямы Но, тем не менее Все признали Необходимость ремонта И договорились Саров выходит на область Своими ресурсами Силами Двеева своими И нам обещали И самое печальное Вот когда обещают Не говорят Ни да, ни нет Вот такая Вот как в вату Но мы проскрепили Семнадцатый год Слава Богу Без ЧП Завершили Три смены Плюс профильную Ничего не случилось И вот нам Тогда сказали Товарищи дорогие А скоро будет Программа Ремонта Капитального ремонта Сельских дорог Региональная программа Региональная, да Потому что там Дороги оставляют Желать лучше Мы, правда, отремонтировали Кременке, Осиновка Но там есть еще На Полевой Плохая дорога Есть на Полопочинке Плохая дорога И, конечно, в вашу очередь Тоже придет Потому что Вы не одни такие То есть нам остается Только ждать Конечно Кстати говоря Вот по поводу Обращений в область Насколько мне известно По некой инсайдерской информации Последнее обращение было В апреле этого года Да Ну и опять-таки Наверное Были обещания Естественно То есть они сказали Им говорят Ребята Вы не переживайте В 18-19 год Эту дорогу сделают Ну просто забывают В области Что туда ездят дети И, кстати говоря Дети не только из 2-го Но и совсем Из Нижнего Новгорода Из Арзамаса Из Первомайска И еще из десятка Разных городов Ну, дорогие мои Вы же знаете Что обещания Это самая сытная пища Обещаниями сыты будем Иван Иванович О каких цифрах идет речь Потому что вот Вконтакте я прочитала Мне кажется Что-то напутал молодой человек 40 миллионов Это как-то очень Можно и ограждение Это поставить 40 миллионов Многовато 4 миллиона маловато Я сразу Где истина Да На 4 миллиона Можно тоже сделать Вот асфальтирование картами Не ямочный ремонт А чуть-чуть получше Я считаю Что в этом отношении Около 20 миллионов 20 миллионов А вот об этой сумме Может быть и речь Если мы хотим Получить хорошую Безопасную дорогу 20 миллионов Это полностью Переложить дорожное полотно Да То есть снять нынешнее Все вот до Скажем До бетонной подушки И на бетонную подушку Заново накатывается Гравий И так далее Я даже говорю Без бетонной подушки Семеновичной основой Семеновичной основой Даже если эти деньги Запланированы Это очень чудно Но то, о чем пишет Вот Алик Кемалов Два года Еще терпим Продолжим Иван Иванович Новость Которая всколыхнула Можно сказать Всю новую часть Нашего города Это закрытие Заречных бань Закрыли их Пару недель назад Говорят Что пока Только на лето Но Как выясняется Есть такое Желание Продать Эти бани В это здание За счет вырученных Средств Ремонтировать Две оставшихся Муниципальных бани И я знаю Что 700 Горожан Поставили подписи Против этого Закрытия бани Давайте немного Поговорим О банях Ходите ли вы в баню? Ходите ли вы в баню? Я не скажу Что я очень Заядлый банщик До недавнего времени Мы с друзьями Ходили в центральную баню В Заречных были? В Заречных не было Но наши походы В баню продолжались До тех пор Пока мой родственник Не построил Свою собственную баню Где мы сейчас Прекрасно отдыхаем Но ностальгия По центральным баням Осталась И мы все время Мечтаем Повторить наши походы И это ближе к Новому году Те проблемы Которые сейчас Есть у Муниципальных бань Они свойственны Пожалуй Многим Муниципальным предприятиям Что в Городотрансе Лучше А в Березке Лучше А в других Учередениях И предприятиях Лучше Да нет Не так розово Вот в этом отношении Я просто что хочу сказать Я хочу сместить акценты Вот Написали Заявление Направили в Думу Вот правильно сказали Семьсот Семьсот Да горожан При желании Они могли бы собрать Как они сами говорят И семь тысяч Это наши избиратели Вот сразу говорю Семьсот человек Это Чуть меньше Одного процента Да Это такая Значительная доля В округах проживает Две тысячи избирателей У нас Две тысячи триста Если быть точным На округе По-моему Ну плюс-минус У меня округ Самый компактный Самый небольшой У меня Тысячи двести восемьдесят Даже меньше Чем две тысячи Ну то есть Семьсот человек Это Семьсот человек Это люди Которые могут решить Судьбу депутата По большому счету Депутата мы проходим Ну аккуратно Пятьсот, шестьсот, семьсот голосов И вот эти Ну вот как раз Электорат Мы не имеем права Игнорировать Это обращение Правильно? Не имеем права Вполне возможно Что совсем скоро Бани Заречные Будут закрыты Поэтому мы решили Спросить у жителей Нашего города Любят ли они баню Какой веник предпочитают И как правильно Надо париться Пойдемте спрашивать Вот смотрите Какой у нас Прекрасный веник Вам нравится? Нет А что здесь не так? Клен не так И сирень не так Дальше его замачиваешь В кипятке И париться Сколько мочится? Не знаю Минут 5-10 10 минут терпим Мочим И потом Что начинаем? Ну Слепаем веником Себя и друзей А я вот читала Что есть сначала Такое Поглаживание Потом похлопывание Я захожу Говорю Пошлепайте меня Да Я ничего не знаю Про баню Мы в ванне моемся Вот с каких частей Нужно начинать Тело? Ну из частей Нужно от конечностей И потом Голове От нижних конечностей? Да Ну нижних От рук И потом Постепенно Начинаем шлепать Да Чем полезным баню Как вы считаете? Ну там Распариваешься Все поры Все Вычищаются Шлаки Все Да Баня Дело хорошее Вот посмотрите Какой у нас шикарный веник Правильный? Не совсем Что неправильно? Сирень Так Сирень неправильно Вот этот Вот неправильно Ну береза должна быть Это клен А еще вот у меня есть тополь Говорят с него уносят Ну я не знаю Я не пробовал Смотрите какой у нас есть веник Специально сегодня сама собирала Не Не пойдет так Любите ли вы баню так Как не люблю ее я Жарко Душно Горячо Все липнет и прилипает Так я просто что хочу сказать Не надо мне экономические выкладки Рентабельные баня Или не рентабельные Со времен Петра Первого В бане никогда не были рентабельными И тем не менее Петр Первый их не закрывал Считал что это святое Для людей Для воинов Для солдат И так далее Там подобные Времена изменились Но традиция старая Все говорят Да подумаешь Там клуб интересом Ходят люди Но не надо так к людям Если они Нет Но на самом деле Я знаю У меня есть друг Он который говорит о том Что лучше чем бани заречные Нету Потому что вот там Хороший Настоящий пар Он идет туда не за обстановку Он идет за паром Я с вами Друзья мои Поспорю Я в этих банях была Не мылась Я вообще не Не разделяю Вот этих интересов Общественных бань Я этого увлечения Не понимаю Но я понимаю Что да Есть люди Как раз в районе Расположения заречных бань У которых Не благоустроенные Квартиры Им надо где-то мыться Ну и воду у нас Отключают Поэтому бани Да нужны Но тем не менее Я была Я была в этих банях На выездном заседании Думского комитета И мне было Неприятно там находиться Даже в одежде По стенам По всем стенам Идет грибок Прямо плесень Кусками ее видно Обломанная Плиточка Да Потолок Прямо весь обсыпался Трубы Проржевевшие Они прямо оранжевые Покрытые сверху Опять беленьким грибком Возможно еще Какая-то инфекция А как там люди Раздеваются Я вообще Представить не могу Мне кажется Это просто Небезопасно Для здоровья Я считаю Что в таком состоянии Бани открывать нельзя Нельзя Конечно Согласен В таком состоянии нет А что делать Чтобы отремонтировать Заречные бани Более-менее Вот этот грибочек Убрать Там плиточку Подлатать Нужно 10 миллионов Вот 10 миллионов Есть у нас в казне Иван Иванович Давайте как Вопрос не ко мне Я все-таки Начну с другого Проблемы Содержания Ремонта И приведения В достойный вид Вот этих бань Они возникли Не сегодня И не вчера Они их знали давно И в городской администрации И в муниципалитете В департаменте городского хозяйства Там в Акуми тоже знали Задаем вопрос Вот мы каждый год Рассматриваем Городской бюджет А перед городским бюджетом Прогноз Социально-экономическое развитие города На определенный период Я могу Сказать известные слова В адрес департамента образования Вот у них все четко Они знают Какая школа Требует ремонта В каком микрорайоне Построить новую школу В каком микрорайоне Детский сад Где какие Кровли подлатать Они все прекрасно знают И это находит отражение В прогнозном плане Социально-экономическое развитие города Я не помню За время Департамента Детности Чтобы нам Выносили вот эти проблемы Банные Хотя бы раз По годам Не разу Я просто Как бы Сомневаюсь в том Что Если мы продадим Эти бани Они Останутся бани Просто район Перспективный На эти бани Никто не обращал внимания Пока туда не пришла Ну да Современная стройка Застройка там сейчас Шикарная Через дорогу Земля Поднялась в цене Естественно Кому-то захотелось Это здание Купить И там бани не будет Там шикарное кафе И ресторан В банном вопросе Я считаю Для депутатов Самое главное Не замараться Действительно Решая вопрос Бань Самое главное Остаться чистым Иван Иванович Самый наш любимый Момент нашей передачи Кирилл подготовил Коварные вопросы Для вас Точнее даже не так Иван Иванович Вы наверное Один из самых Популярных депутатов Нашей городской думы Самый известный Как минимум Но я думаю Что люди Хотят знать о вас больше Поэтому я подготовил Ряд вопросов Которые раскроют вас Как личность Которые раскроют Я буду называть Две вещи Ваша задача Выбрать из двух вещей Одну Готовы? Готов Поехали СССР или Россия СССР Хорошо Начальник или подчиненный? Начальник Начальник Березка или лесная поляна? Березка Березка Каша или омлет на завтрак? Омлет Пиво или чего покрепче? Покрепче Личное или общественное? А середины нету Что превыше для вас? Личное или общественное? Если же на меня сейчас не смотрят Общественное Кошки или собаки? Кошки О, наш человек Мы тоже за кошечек Березовый веник или еловый? Это в тему нашего разговора Березовый Девятый мая для вас Это день победы или день свадьбы? И то, и другое Спасибо, Иван Ребятушки, хочу сказать вам Вообще с вами так замечательно Но, друзья мои Самолет не ждет Улетаю я в отпуск Поэтому давайте Да, я вернусь через две недели Маша Маша Сейчас, подожди секунду Иван Иванович, мы еще пишем программу Маша, все Всем пока Счастливо вам оставаться Забеги к нам Для нас дьюти-фри Воспрощайся Дьюти-фри Маша Она будет за меня Все, целую и пока Не было-не было Раз появилась Маша, привет Привет, Иван Иванович Здравствуйте Кирилл У нее тут набор Каких-то странных Непонятных тезисов А я у вас первый раз Что мне делать? Маша Кирилл, спаси меня Ты пришла как раз в Омрию Давай попрощаемся А приветствовать будешь Уже в следующей программе Это я умею Это я запомнила Нет Нет, вспомнила А куда смотреть, Кирилл? Вот тебе в ту камеру Вот туда Мне в ту камеру Иван Иванович Там центральную Эту фразу я знаю Что действие нашего Соседского вайфая Заканчивается А значит нам пора Закругляться Всем всего доброго, друзья Пока-пока До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok